Вот новый разворот. Продолжается программа «Дневной разворот» в студии Светлана Удельная и Игорь Рысев. Говорили мы сегодня про тему, как вы относитесь к созданию в Кирове нового концертного зала. Это опрос в газете «Источник новостей». У нас всё ещё в студии находится главный редактор газеты «Источник новостей» Василий Емшанов. Василий, какой будет опрос в следующий раз? Проанонсируй. В следующем номере мы поговорим на тему «Хотели бы вы уехать из Кирова». Вот эта проблема обсуждается, согласитесь, уже не один месяц и не один год. И к обсуждению проблемы недавно подключился, например, театр на Спасской, представивший премьеру «Я в скобочках не уеду из Кирова». Вопрос и пять вариантов ответов. Хотели бы вы уехать из Кирова? Первый вариант – нет, меня здесь всё устраивает. Второй вариант – нет, здесь многое не нравится, но это моя родина. Третий вариант – да, но некуда. Четвёртый – да, достал весь этот бардак. И пятый, последний вариант – уже сижу на чемоданах. Василий, как можно проголосовать? Где и как это сделать? Я повторю, что опросы мы проводим по воскресеньям с 11 до 13 часов в торговом центре «Глобус». Также можно проголосовать, отправив смс на номер телефона, который указан у нас в газете. То есть читайте газету «Источник новостей» и всё там увидите. Василий, спасибо большое. Встретимся в следующий вторник и вновь поговорим на актуальные темы, в том числе про уезжать из Кирова или нет. Спасибо вам, до свидания. Да, напомню, это был Василий Юмшанов, главный редактор газеты «Источник новостей». А ты бы как, Света, ответила на этот вопрос? Уеду ли я из Кирова? Ну, я уже уезжала, вернулась. Это о чём ты этому говоришь. Нет, не уедешь ли ты, а хотела бы ты. Вот я хотела, уезжала, потом вернулась. То есть захотела вернуться, вернулась. Пока я здесь, пока мне здесь хорошо. Но сейчас давай, Игорь, вот мы перейдём к следующей теме. Следующая тема у нас достаточно такая курьёзная. Произошёл случай. Из разряда курьёзных новостей города Кирова. Зачтём сейчас, да? Да, даже можем просто пересказать. Кировщанина вернула 100-тысячный долг монетами общим весом 154 килограмма. То есть это получилось сколько? 17 мешков? 16. 16 мешков. По этому случаю мы решили связаться непосредственно с... С кем будем разговаривать? Будем говорить мы со специалистом непосредственно из органов судебных приставов, кто и был свидетелем этого случая, когда Кировчанин принёс эти несколько мешков. Связываемся мы с Марией Судаковой Ильиной, это пресс-секретарь службы судебных приставов. Алло, Мария. Добрый день. Мария, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про этот случай. Вы непосредственно присутствовали, когда этот человек пришёл со своими этими мешками с деньгами, да? Действительно это так? И зачем он это сделал? Да, действительно. Неформальный немножко подход был должника. Зачем он это сделал? Как по его словам, он хотел мелочному человеку отомстить мелочью. То есть в своё время он работал у этого изыскателя и взял у него под расписку долг 100 тысяч рублей. И долгое время не отдавал эти деньги. Ну и работодатель, понятно, что обратился в суд, чтобы обратно вернуть эти деньги. Но по словам должника, как он говорил, что он часть какую-то этих денег отдавал, но в суде доказать он не смог. Потому что расписки о том, что он уже какую-то часть денег отдал, уже не было. Вот приехал он со своими друзьями в службу судебных приставов, чтобы отдать этот док. И вот они в три подхода оттаскали эти мешки, значит, на пятый этаж, где сидели судебные приставы. Вот в количестве 16 мешков 154 килограмма. А вот вы считали, сколько их по времени? Ну, судебные приставы, конечно, у нас сразу же день, можно сказать, отдел судебных приставов стал работать только на подсчёт этих денег. То есть был вообще, ну вот, это был коллапс. Человек 15 через каждый час выходили судебные приставы, в течение пяти часов пересчитывали эти монеты. То есть работа, в принципе, встала вся остальная? Да, работа встала, да. Парализовалась на пять часов. А вы рассматривали какие-то варианты, ну, может быть, как-то по-другому посчитать эти деньги? Я слышал, что, в принципе, возможно их просто взвесить. Вы знаете, взвесить, получается, во-первых, была проблема, что в мешках было разного номинала эти деньги. То есть не в мешке, там, по рублю два-три, они были перемешаны. И получается, что они были и старого образца, 10-рублёвый, и нового образца. То есть, понимаете, у нас таких машин таких не было. Да, я понимаю, что в банк можно было отнести, машинка там быстро бы пересчитала. Но прежде чем нести в банк, мы должны были это сами всё пересчитать уже вручную. Потому что машинок таких у нас нет, к сожалению. Этому Кировчанину вы что-то, ну, как-то накажете его, нет? Да нет, за что его наказывать. Он исполнил решение суда вот таким вот образом. Оригинально. Он сам себя, конечно, я не знаю, наказал, не наказал, но все пять часов, которые пересчитывали судебные приставы, эти деньги, он находился там. Потому что мы должны были лично при нём пересчитать, чтобы было ни больше, ни меньше в этих мешках. Скажите, пожалуйста, сколько у нас сейчас, вот давайте уже отойдём от этого Кировчани, ну, вот таким способом оригинальным он поступил. Про остальных много ли у нас сейчас должников? Вот какую-то статистику можете рассказать? Ну да, небольшая статистика есть. Вот за 10 месяцев у нас на исполнении находилось более 784 тысяч исполнительных производств. Сейчас у нас праздники уже совсем скоро будут. Новый год грядёт. Должники, они же не имеют права ехать куда-то за границу, да, выезжать за пределы. Не все. Вот расскажите, кто? Да, вот сейчас на сегодняшний день у нас вынесено 1120 ограничений на выезд за границу. То есть 1120 человек не имеют права пока выехать за границу, пока они не заплатят свой долг. А какие-то в среднем долги? Ну, разные. Это алименты. Большинство кредиты, алименты, коммунальные услуги. То есть очень много разных категорий. Хочу просто сказать, что у нас самый большой долг, за который ограничено право выезда за границу, в связи с лицом 41 миллион. Это именно кредитные платежи. А с какими долгами можно выезжать? Кто может не опасаться, что его здесь задержат? Мы ограничиваем право выезда за границу от 5000 рублей, если долг. И то, прежде чем мы выносим ограничения, у нас должник предупреждён. В принципе, он знает о том, что у него ограничено право выезда за границу. Потому что судебный пристав, прежде чем, он не сразу же ограничивает. Он же ждёт, у нас есть срок для добровольного погашения долга, это 5 дней. Судебный пристав обязательно выносит предупреждение об ограничении, посылает должнику по месту прописки извещение о том, что ему ограничено право выезда за границу. То есть это долгий путь. Должник знает о том, что ему ограничено право выезда за границу. туда узнает о том, что ему нельзя. То есть это такой процесс. Но вы знаете, иногда должники наши либо на авось, либо просто-напросто не знают, либо забывают о своих долгах. Бывают такие случаи, что в аэропорту должников разворачивали, и они не уезжали за границу. Мария, всегда мне было интересно, всегда интересовался у судебных приставов, какой самый маленький долг у нас сейчас в Кировской области. То есть они иногда считываются рублями буквально. Вот вчера тоже смотрела, у нас же есть база, я смотрела по базам разных должников. 20 рублей есть, это и налоги, и пенсионный фонд у индивидуальных предпринимателей. 30 рублей, 10 рублей. Вот такие долги у нас тоже есть. Копеечных долгов, слава богу, пока нет. Мария, скажите, а как можно узнать, есть долги или нет? Кировчаню, чтобы он был в курсе, должен он или не должен? Где это можно посмотреть, или вам позвонить, или какая схема? Во-первых, у нас есть на нашем сайте информация о задолженности, то есть по фамилии, имени, отчества, и по адресу проживания можно попытаться найти свою задолженность. Потом можно прийти к нам в службу, если вы знаете, в каком районе вы прописаны, то есть Первомайский, Октябрьский, либо Ленинский район. Значит, прийти сюда на Московскую, 5-7, позвонить судебному присту по месту вашей прописки. У нас территориально они как раз распределены по улицам и домам. Позвонить ему, прийти к нему лично на прием с паспортом и узнать, есть долги или нет. Мария, спасибо вам большое за комментарии. Всего доброго, до свидания. Это была Мария Судакова-Елиина, пресс-секретарь службы судебных приставов, с которой мы пообщались о наших, ваших долгах или каких-то еще. Да, говорим мы сегодня про деньги. В первом части мы говорили про финансирование культурных объектов в нашем городе. Сейчас поговорили о том, кто кому и что должен. Ну, сейчас, наверное, посчитаем. Посчитали деньги в таком маленьком эквиваленте от рубля до 10 рублей вместе со судебными приставами. Ну, а сейчас посчитаем деньги в карманах у чиновников. Ну, не то, чтобы мы их посчитаем. Образно говоря, Игорь. Да, мы попробуем разобраться, как это будет, как будут считать, или будут ли считать, в принципе, расходы чиновников. Сейчас мы знаем их доходы. Да, сейчас существует практика декларации доходов чиновников. И совсем недавно, ну, как совсем недавно, в принципе, давно это обсуждается, тема, необходима ли декларация о расходах. Да, пошло все с весны 2011 года, когда Владимир Путин, он выступил с предложением о том, что действительно нужна вот эта нам декларация расходов чиновников. Но при этом в минувшие выходные президент Дмитрий Медведев как раз уже выступил с предложением, точнее, он убежден, что делать это не нужно, потому что это принятие данной декларации о расходах приведет к развитию коррупции. Вот именно об этом мы сегодня хотим пообщаться, в частности, с инициатором такого законопроекта в Кировской области. Да, потому что общественная палата, она выступила как раз с инициативой о том, что это делать нужно. Да, у нас на линии сейчас находится Тахир Мамедов, это секретарь общественной палаты Кировской области. Тахир, добрый день. Здравствуйте. Тахир, расскажите, пожалуйста, про вашу инициативу и в чем целесообразность этого? Ну, вот давайте так. Сначала начнем с того, что это еще пока не инициатива. Это была идея, да, это идея, которую необходимо довести до разумного состояния. Что это означает? Во-первых, ну, значит, изначально было это высказано в одном из выступлений, потом в Твиттере я это отметил, да, и сейчас надо этот вопрос достаточно подробно проработать. Насколько законодательно это реально можно сделать в отдельной взятой Кировской области. А вы считаете, что это нужно? Ну, да. Почему? Нет, на мой взгляд, есть. Вы знаете, здесь два момента, на мой взгляд. Такой практический и в некотором смысле воспитательный. Дело в том, что... Воспитательный. Дело в том, что, смотрите, человек, который идет на государственную службу, изначально должен понимать, что его деятельность является объектом внимания и интереса большого количества людей. И в этом смысле человек должен быть готовым к тому, что его жизнь будет интересоваться. В том числе тем, что у него имеется, что у него было до службы, что у него стало после службы, насколько он примножил свои активы, экономические свои состояния. Вот первый момент. Второй момент. Вы знаете, очень часто у нас говорят, что вот чиновники приходят только для того, чтобы воровать. Но отношение однозначно такое распространяется. И в принципе, оно и не распространяется, а такое оно и есть. Но я, например, знаю обратно. Есть много чиновников, которые добросовестны, профессионально работают. Причем работают больше, чем в какой-либо другой сфере. И при этом ничего не воруют. Работают нормально, живут как обычные люди. Люди ездят на Ниве, не знаю, не на Парше КМ и так далее. Вот. И увидев люди вот это реальное положение вещей, я думаю, что будут относиться к чиновникам, к обычным нормальным людям, которые живут среди нас и ничем от нас не отличаются. и нам не отвечают. Ну вот видите, Дмитрий Медведев говорит о том, что это может спровоцировать коррупцию. То есть буквально по его словам это может превратиться либо в сведения счетов, либо в такую систему, которая будет сама провоцировать эту самую коррупцию. Ну, вы знаете, у нас... Мне сложно, на самом деле, прокомментировать то, что сказал Дмитрий Медведев. То есть он не прав? На встрече с журналистами. Но он человек достаточно грамотный, на мой взгляд. И он юридически подкованный. Он профессор юриспруденции. Если он это говорит, значит, он знает, что говорит. Но я считаю, что здесь надо будет работать гораздо более жестче с правоохранительными органами. Здесь должны быть другие подходы. Я подчеркнул, что я кроме правового аспекта больше здесь вижу прагматический аспект, еще и воспитательный аспект. Но я не знаю. На самом деле, мне сложно прокомментировать мнение Медведева по этому поводу. Я так не считаю. У нас все, за что не возьмись, можно найти там определенную коррупционную генность. Ну, в любом деле. В любом. И в том числе здесь, безусловно, речь идет о людях, нагреванных властью, принимающих решения и так далее. Конечно, попытки, скорее всего, могут быть. Ну, а что сейчас? Ничего больше не делать. Но не идет. Это не идет. Мы видим, что не идет. Вопросы, связанные с коррупцией, борьбы с коррупцией, но не идет, собственно, и все. Надо какие-то меры предпринять. На мой взгляд, это было бы хорошей мерой. То есть, самая объективная мера, которую сейчас можно предпринять в отношении коррупции в стране, это принять закон, который бы позволит декларировать расходы чиновников. Ну, я бы не сказал, что сам, но, на мой взгляд, одним из действенных мер. Но много ведь, на самом деле, интересных мер предпринятий, в том числе и вопрос, связанный с декларированием этих же доходов. Ну, вот о них-то тоже, как раз-таки, разговор довольно долгий может получиться, потому что, учитывая то, что у нас многие чиновники, даже те же налоговики, все мы помним ситуацию, когда они не смогли правильно заполнить декларации, в которых забыли указать автомобили, ну, то есть, деньги от автомобилей, которые продавали, и квартир. То есть, если, в принципе, это не могут сделать налоговики, то и чиновники подавно этим грешат. То есть, если у нас есть проблемы даже в заполнении декларации о доходах, но кто-то, если забыл автомобиль продекларировать, вы знаете, я, скорее всего, думаю, что это потому, что он просто о нем просто забыл. И потому, что он решил, извините за выражение, замыкать какую-то там автомашину, я думаю, нет. Но, что касается вообще мер, я сказал, что должен быть комплекс мер. Это не только доходы, не только расходы, но все. Например, давно пора, на мой взгляд, ввести такое понятие, как законодательно конфликт интересов. Что это означает? Конфликт интересов со службой. И, значит, когда человек получает не прямое, а косвенное благоприятствование, оказывая какую-то помощь близкому, родственнику, товарищу, другу, и, значит, способствует развитию его бизнеса. На сегодняшний день это есть. Это есть даже в Кировской области. Это мы все прекрасно видим и знаем. Вот. Но законодательно это надо закрепить. То есть, это должен быть комплекс мероприятий. И с одной мерой, введением декларирования дохода, расходов мы не добьемся ничего. Спасибо большое, Тахир Алиевич. Это был Тахир Мамедов, секретарь общественной палаты Кировской области. И со своим мнением, отличным от мнения президента Российской Федерации. Да, вот, а президент наш, он также высказался о том, что России следует брать примеру у западноевропейских стран, также у Соединенных Штатах Америки, которые принимают строгие меры по отношению к предпринимателям и должностным лицам даже за малейшее сокрытие доходов. Построже нужно быть. Построже-то построже, но вот опять же, прочитал перед эфиром о том, что существует некий пункт 20-й Конвенции ООН, как раз-таки направленный на борьбу с коррупцией. И вот как раз-таки его у нас и отказались принять в Российской Федерации. А он говорит о том, что там буквально так, незаконное обогащение, это разница между официальными доходами и реальными расходами. То есть, в принципе, декларировать ничего не нужно. Тут и так все понятно. Но единственное, что у нас не настолько прозрачная система, насколько бы, может быть, хотелось бы антикоррупционщикам. Знаешь, как Атахир Олегович сказал о том, что чиновник забыл про свои автомобили, я желаю всем кировчанам и вообще всем жителям нашей страны порой забывать вот так вот легко про свои автомобили. Звоните нам 708-502, если у вас есть какая-то какая-то точка зрения, вы хотите высказаться. Пожалуйста, добро пожаловать, 708-502, либо пишите смс-сообщение 8-909-720-101-0. Довольно сложный вопрос на самом деле. Перед эфиром, когда я читал информацию об этом, я так не смог толком разобраться, кто же все-таки прав. То есть, с одной стороны, вроде бы Владимир Путин говорит о том, что нет необходимости, или наоборот, он говорил, что есть необходимость декларировать расходы. Да. Уже президент наш говорит о том, что в принципе этого делать не нужно, потому что это приведет к коррупции. То есть, по большому счету, Россия для меня представляется таким полигоном, где как раз-таки либо нужно экспериментировать, либо лучше вообще не делать, чтобы не зарождалось каких-либо проблем. Ну, еще мы пообщаемся по этому поводу сегодня с несколькими людьми, которые так или иначе причастны в Кировской области к работе с коррупцией, а точнее по ее искоренению. Мы надеемся пообщаться с Владимиром Торбиевым, это член Межведомственной комиссии по противодействию коррупции при губернаторе Кировской области. Он также член общественной палаты. Поговорим мы с ним, как бороться с коррупцией. Есть, наверняка, у него идеи какие-то, понимания, что нужно делать, и имеет ли смысл действительно контролировать у чиновников не только доходы, но и расходы. Есть ли смысл, целесообразно ли это. Да, и где ты говорила, в каких странах это принято? Ну, это западноевропейские страны, Соединенные Штаты Америки. Вот президент нас отправляет именно к ним. А, и также я смею напомнить, что такие меры предприняты в Украине. А там, в смысле, это имеется, да? Да, это имеется. А практику ты посмотрела? А практику, к сожалению, я не знаю. Я надеюсь, нам об этом расскажет как раз-таки Владимир Торбиев. Есть у нас звонок, давайте посмотрим. Нет, звонок у нас пока сорвался, пока мы ждем. Сейчас у нас на связи находится, я так понимаю, Антон Долгих. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, рад вас слышать. Антон, здравствуйте. Вот такая тема у нас сегодня интересная, да? Нужно ли контролировать у чиновников не только доходы, но и расходы? Вот вы, как юрист, расскажите нам аспекты юридические. Да, и юридические, и общественно-политические. Во-первых, безусловно, нужно. Но я сразу хочу огорчить и Тахира Алиевича, и Владимира Владимировича. Это придумали не они. Это, во-первых, давно во всех цивилизованных странах уже устоялось, когда чиновники обязаны декларировать расходы, потому что именно по расходам можно судить о том, на свои деньги живет человек или на чьи-то чужие. Это раз. А чем руководствуется Медведев тогда? Понимаете, в чем дело? Они руководствуются, как бы это смешно ни звучало, предложениями партии Народной Свободы, которые еще на учредительном съезде в декабре 2010 года в своей программе четко это указала, что необходимо вводить декларирование расходов. Потом в марте быстро власти... Да, вы прямо пропадать начали, когда сказали. Да, вот вы начали потом говорить, как раз связь себе попортилась, ну то есть связь сама... Понимаете, в чем дело? Это предложение внесли руководители партии Народной Свободы еще в декабре 2010 года. И только потом выступил Путин, Медведев, сейчас вот наконец-то до этого дошел Кахир Ильич Мамедов. Но сразу хочу, к сожалению, огорчить наших граждан. На региональном уровне это сделать невозможно. Почему? А потому что, понимаете, если принять какой-то региональный закон, это выйдет за рамки полномочий областного ЗАГС Собрания, потому что это ограничит права отдельно взятых граждан на территории отдельного взятого региона. Это невозможно, поэтому я не очень понимаю, над чем там эксперты думают. Это нужно вводить на федеральном уровне. Только Государственная Дума вправе принять такой закон. Это совершенно четко и очевидно для меня, как юрист. Но это такое юридическое мнение. А вообще целесообразно? Это вот ваше точка зрения? Ну нет, посмотрите, как вы себе представляете? На региональном уровне для отдельно взятой Кировской области ЗАГС Собрания вводит вот такое положение. Ну как? Ну я понимаю, что, допустим, добровольный вариант, что чиновник подписывает какую-то бумагу и декларирует. Но любой чиновник сможет оспорить это в суде и выиграет, потому что это ограничение его прав. Понимаете? А вот если на федеральном уровне внести изменения или принять отдельный закон, то все. Это как... Давайте представим, что на федеральном уровне вот это приняли, да? И что это лучше станет? Это какую-то пользу принесет? Конечно, конечно. Конечно. Вот смотрите, живой пример. Глава города Владимир Быков. Официальный доход полтора миллиона рублей. Ну, чуть меньше полутора миллионов рублей за 2010 год. Его расходы... Я слышал от людей, что он купил дачу за 25 миллионов. Вот я слышал такую информацию. Конечно, она не проверена, я это не утверждаю. Но неплохо бы это все проверить. Автомобили и так далее. И понимаете, по расходам нужно судить, как живет человек. Потому что одно дело, зарплата 10 тысяч, а дом у него, например, за 7 миллионов, за 8 миллионов. Не Владимира Быкова, а вообще в принципе. А именно по расходам и судится о том, как человек живет. Это же очевидно. Спасибо большое вам, Антон, за ваше мнение. Вам спасибо. Да, всего доброго. До свидания. Это был Антон Долгих, юрист. Юридический вопрос он нам, касаемо этого, рассказал. Оказывается, еще и нельзя у нас принять такой закон на уровне области. Но он считает, что если примут, то это целесообразно, это нужно. Мнение расходится вот так вот глобально. У нас прям раскол происходит. Как будут дальше расходиться мнения, мы узнаем после рекламы. Уже совсем скоро. Вот новый разворот. Продолжается программа «Дневной разворот» в студии Светлана Удельная и Игорь Рысев. Сегодня мы говорим на тему, вот какую президент наш Владимир Бутин весной выступил, премьер-министр, извиняюсь, весной выступил с предложением декларировать не только доходы, но и расходы чиновников. Вот так вот у меня оговорочка по Фрейду, извиняюсь. Но уже Дмитрий Медведев в эти выходные выступил как раз с опровержением этого, то, что это не нужно, это нецелесообразно, это приведет к коррупции. Сегодня мы говорим на эту тему. Нужны ли нам декларации о расходах у чиновников? Ну да, вот об этом. Если у вас точка зрения есть, вы, пожалуйста, звоните 708-502, говорите, что думаете, либо пишите смс-сообщение 8909-720-101-0. Анонсировали мы Владимира Тарбиева, члена Межведомственной комиссии по противодействию коррупции при губернаторе, но пока не можем с ним связаться. Сейчас мы надеемся узнать законодательные аспекты и возможности принятия в Кировской области, в отдельно взятом регионе, такой вот законодательной инициативы. Да, и у нас уже на линии Михаил Курашин, это вице-спикер законодательного собрания Кировской области. Михаил, добрый день. День добрый. Михаил, вот такая вот у нас тема, вот что думаете, надо нам это или не надо? Ну, на самом деле, эта идея была озвучена еще до того, как я озвучивал премьер. То есть, если мы хотим реально бороться с коррупцией, то все-таки считать, надо не доходы, а считать на расходы, потому что доходы прятать уже у нас научились. Вот, а расходы это... То есть, это новый урок, да, новое познание, как что прятать? Их скрыть намного сложнее, и, как следствие, соответственно, здесь ситуация очевиднее, потому что мы имеем множество примеров, когда видим, и по декларациям там человек зарабатывает, вроде бы, там, достаточно, но недостаточно для того, чтобы содержать весь там автопарк свой, загородный коттедж и так далее. Поэтому мы все понимаем, что где-то что-то не показано, но, как говорится, не пойман, не вор, и поэтому вынуждены лишь констатировать, что вот такая ситуация есть. То есть, вы считаете, что это надо, да? Декларировать расходы, это, вот, на мой взгляд, было бы достаточно эффективно. До этого мы вот связывались с Антоном Долгих, юристом, и он высказался о том, что с юридической точки зрения как раз это сделать на региональном-то уровне и нельзя, и это можно сделать только на федеральном уровне, да? Вот вы как представитель ЗАГСобрания что скажете? Ну, я могу подтвердить, да, что все-таки это решение должно быть сверху, но в Кировской области у нас уже существовала тактика, когда там инициативу проявляли, там, и губернатор у нас проявлял, инициативу там декларируя, показывая доходы членов правительства публично, то есть, может быть, к этому надо идти не по закону, а, условно говоря, по готовности чиновников быть открытыми. А каким образом можно вот учитывать расходы чиновников? Ну, в данном случае ведь они, опять же, если будет принят закон, то он будет предусматривать какой-то механизм оценки, то есть, если человек живет, если на человека оформлено право собственности на что-либо, это же фиксируется в документах, на него он там, на семью, на его, то есть, таким же декларативным способом. Вы думаете, что... Никто же не предлагает считать тапички, да, там, в его, там, кошельке, это самое, коробке. Но дом-то на кого-то оформлен. А слышали ли вы вот про этот 20-й пункт Конвенции ООН? Просто меня заинтересовал он диким образом, не могу никак разобраться, почему же его не приняли у нас в России? По борьбе с коррупцией как раз-таки. Нет, если можете, напомните. Да, он говорит о том, что при разнице расходов и доходов, в принципе, она сама по себе уже учитывает то, что к человеку могут быть предприняты какие-либо санкции, и не обязательно, в принципе, считать его расходы. Ну, вы понимаете, в данном случае, ну, скажем так, вот, если вернуться чуть-чуть назад и вспомнить замечательный Советский Союз, то там эта система, она же была. То есть если там, условно говоря, человек приобретает вторую машину, то автоматически он вызывает интересы в ХСС. Это предмет законности тех доходов, которые он получает. Да, то есть, соответственно, и мы можем говорить о том, что там такого разгула богатых людей-то не было. Но сейчас вот крупные расходы каким-то образом контролируются? То есть я, насколько знаю, есть некие структуры, ну, вроде там, финмониторинга или что-то вроде того. Ну, наверное, кем-то контролируется банками, контролируется проверяющими, правоохранительными структурами, но, опять же, ведь мы же с вами понимаем, что там, как доходы у нас, условно говоря, там, умеют прятаться за счет распределения, так и, я думаю, что пытаются и по расходам тоже размазывать их по аффилированным структурам и так далее. Ну, то есть, в принципе, всем известны способы, как можно утаить свои доходы? Ну, я считаю, что уже, как говорится, набили руку на этом. То есть раньше этого там не было, сейчас достаточно хорошо набили. Соответственно, найти истину очень тяжело. Михаилов, спасибо вам огромное за комментарии. До свидания. Это был Михаил Курашин, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. И да, оказывается, нужно все-таки начать с федералов. Начать нужно с федералов. Ну, видишь, как научились скрывать доходы, но, знаете, логично получается, что научатся скрывать и расходы свои. Хотел я спросить по поводу того, какими способами можно это делать, и я обязательно подумал, что будем эти способы рекламировать подобным образом. Нет, рекламировать не будем. Да, рекламирующие будем. Мы совсем сами знают, как это делать, ибо это еще не введено в действие, поэтому будет над чем подумать. Да, а мы будем воспитывать новое поколение честных чиновников. Обязательно. По крайней мере, постараемся это сделать. Да, говорю мы сегодня, вот как раз те, кто, может быть, только что к нам подключился, о том, что нужно ли контролировать доходы чиновников, не только доходы, но и расходы. Нужно ли, чтобы вступило в действие, то есть нужно ли декларировать расходы чиновников. Вот так правильно, да, Игорь? Да, ты сама когда-нибудь с это сталкивалась с коррупцией. Как ты считаешь, возможно ли ее искоренить в России? Или все вот эти вопросы, которые поднимаются в преддверии как раз-таки 4 декабря и марта, может быть, они просто призваны к тому, чтобы как-то к нашей душе, что ли, воззвать? У меня очень такие пессимистические мнения по всему этому поводу, поэтому я думаю, что было, что было, то есть, а нет ничего нового под солнцем. Вот так вот печально. Ну, то есть в России, в принципе, ничего невозможно переделать? Я думаю, что нет. Я все-таки настроен более оптимистично и надеюсь, что у нас что-то в этом плане получится. Однако все-таки коробит то, что сейчас практически все партии, так или иначе задействованные в предвыборной агитации, они вызывают как раз-таки к борьбе с коррупцией. Ну, может быть, общение Игорь с тобой как раз и повысит во мне процент оптимизма. Делитесь с нами своей точки зрения. 708-502 звоните, пожалуйста. И у нас уже есть кто-то на линии, посмотри, кто. Дозвонились мы, спрашиваем нашего оператора. Да, мы дозвонились до... До кого оператор, сознайся. Альберта Бекалюка, это депутат городской Кировской думы. Альберт Александрович, здравствуйте. Добрый день. Альберт, вот такая тема у нас сегодня интересная. Да, нужно, не нужно контролировать не только доходы, но и расходы. Ваша точка зрения какова? А расходы кого? Я просто не в курсе темы, поэтому я прошу уточнить вопрос. Уточнить. Да, мы говорим про чиновников. То, что Владимир Путин весной выступил с предложением декларировать расходы чиновников, но уже в минувшие выходные Дмитрий Медведев опроверг это, и высказавшись, что это не нужно, ввиду того, что это приведет к развитию коррупции. И, соответственно, в Кирове тоже подхватили эту тему. И сейчас мнения разделяются. Кто-то говорит о том, что это нужно, кто-то говорит, что это действительно приведет к коррупции. Вы что думаете? Я считаю, каждый политический деятель вправе высказывать свою точку зрения. Моя точка зрения, она была неоднократно озвучена и как депутата городской думы, и как представителя партии «Правое дело». Это нужно делать обязательно. И доходы, и расходы. Не только самого чиновника, но также членов его семьи. Обязательно. Каким образом этот механизм работает? Каким образом работает? Во-первых, когда я говорил, чиновник поступает на муниципальную государственную службу, он заполняет декларацию о своем имуществе. Что у него есть? Он заполняет декларацию о имуществе своих близких родственников. То есть пола? Это все зависит еще и от компетенции правоохранительных органов, которые должны это контролировать. И не только правоохранительных органов, я бы сказал, а и общественных организаций, которые призваны следить за этим. А вот постоянно в это упираемся. Вот вы не первый, кто уже говорит, что обязательно нужно взаимодействовать должным образом с правоохранительными структурами. А каким образом это сделать? То есть вот говорят, что нужно... Вы знаете, я бы больше даже сделал упор не на взаимодействие с правоохранительными органами, а именно на взаимодействие с сильными представителями гражданского общества. То есть кого вы имеете в виду под этим? Различные общественные организации. Различные общественные организации. А как вы считаете, ну вот вы сами даже, может быть, вообще, в принципе, чиновники, они сильно заинтересованы в этой инициативе? Я думаю, что, конечно, нет. Конечно, нет. Почему мы до сих пор, наша страна не может ратифицировать конвенцию по противодействию коррупции? Ну вот такое я и говорил. Может ли я немножко пояснить о ней? Потому что я не совсем понял, что имеется под ней в виду. То есть почему до сих пор... Конвенция, но это очень объемный документ. Если пояснять, нам не хватит еще на время. Про какой пункт? Да, я говорил про 20-й пункт, как раз-таки, который у нас не принят. Единственный. Мы не ратифицировали ее. Да-да-да, не ратифицировали. Поэтому я, как представитель партии права и дела, мы выступаем за ратификацию этой конвенции в полном объеме. Не только ее, а всех европейских формативных актов, регламентирующих весь этот процесс. Ну вот в ней говорится о том, что незаконное обогащение – это разница между официальными доходами и реальными расходами. То есть получается, что именно вот этот вот пункт миновали в России для того, чтобы что? Для того, чтобы, видимо, нет желания на деле бороться с коррупцией. Ну вот о чем вы говорили, что у чиновников особо нет вервения к тому, чтобы такие инициативы были приняты. Конечно, конечно, конечно. Мы же видим, человек приходит на государственную и муниципальную службу, зарплату у него 30-40 тысяч рублей. Смотрим, через два года он покупает себе дорогущий джип. Жена сидит дома, не работает, дети несовершеннолетние. Скажите, откуда? Ну вообще, как вы считаете, при таком негативном отношении к этому пункту, к этой конвенции, возможно ли, что она будет вообще принята? Это зависит от будущего состава Государственной Думы. Какое большинство будет, а вы знаете, каждый законопрагент в Государственной Думе принимается ее большинством. Так и пойдут у нас дальше дела в борьбе в этом направлении. Ну я думаю, что на этом, наверное, ваше точка зрения понятна. Альберт, спасибо вам большое за комментарии. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Это был Альберт Бекалек, депутат Кировской городской думы. К сожалению, мы так и не можем пока дозвониться до Владимира Торбеева, члена межведомственной комиссии по противодействию коррупции при губернаторе. Увы, не смогли дозвониться. Хотя его точка зрения была бы тоже интересна очень. По крайней мере, как смогли мы тему раскрыли, постарались, по крайней мере, это сделать. И разобраться в этих подводных течениях, которые затрагивают и премьер, и президент. И, в принципе, касается уже и каждого из нас впоследствии. Ну сейчас начали активно это обсуждать, до того, что буквально недавно Дмитрий Медведев высказался против этого, что это приведет к коррупции. Но вот в Кирове, как мы уже узнали, мнение делится, разделяется кто-то за, кто-то против. Ну вот у меня близка позиция того, что, опять же, если бы, в принципе, была принята пункт этой конвенции... Двадцатый пункт. Да, вполне возможно. Вполне возможно. Это что-то поменяло бы с коррупцией в России. Однако на нашей почве, на почве нашей демократии, несостоятельной, я считаю, пока, я не уверен, что она бы работала должным образом. Потому что все мы знаем, что хорошие законы в России почему-то не идут, не работают так, как нужно было бы. На этом... Да, пусть каждый еще для себя сделает какие-то выводы, подумает. Ну, а мы будем следить за развитием событий. Да, обязательно. И обязательно еще в эфире обсудим интересные темы и касаемо этого тоже. Это был дневный разворот на 101.0. Светлана Удельная. И Игорь Рысев. Увидимся. До свидания. Услышимся. Субтитры подогнал Игорь Негода.